сегодня у нас 17 урок приветствую всех на канале на своем поставьте пожалуйста лайк под видео если вы не подписаны подпишитесь и также под каждым видео есть кнопка спонсировать выбирайте пожалуйста для себя подходящий вариант какие будут плюшки все презентации к урокам которые мы сейчас с проходим доступны только для спонсоров а также ежедневно я выкладываю для спонсоров видео с практическими занятиями начнем от новых слов модный модный марудна капризная выглядать выглядеть выглядеть вадне выглядеть бжитко выглядеть красиво выглядеть некрасиво плотки сплетни плотковать сплетничать кого-то ас обсуждать страшно ужасно бижутерия ювелирные изделия или же бижутерия блузка блузка сподня брюки если в уроке будут какие-то новые незнакомые слова пожалуйста выписывайте их сразу вместе с переводом а мы с вами начнем с диалогом прочтем и переведем что ты думаешь об этой блузке совершенно у меня ничего нету красивого на вечеринку у хавьера прекрасна эта блузка отлично прекрасна и вероятно она очень модная будешь в ней хорошо выглядеть красиво тебе в этом цвете мыслишь че я вем не мам до ней сподни думаешь знаю ли я ну вот я не знаю мне нет к ней брюк а тэн светер не подобачище а этот светер не нравится тебе мне бардзо грубо в нем выглядам не очень я толсто в нем выгляжу цож ты бардзо лад не выглядаш хчао бы меч таком фигуры як ты что ты очень хорошо выглядишь я хотела бы иметь такую фигуру как ты немога щас децидовачь мам дичь злый день не могу решиться децидовачь решить у меня сегодня плохой день видзо ацошь идея я вижу а что происходит смутно ми погода ест безнадчейна мам ружны проблемы грустно мне погода безнадежная у меня разные проблемы венц зараз ми о них оповеш и джемы на кавы альбу сок сейчас венц вешу прошу венц зараз ми о них оповеш и так сейчас мне о них расскажешь идем на кофе или сок добрый помысл гуронцу ту пичми щахце хорошая идея жарко мне жарко здесь пить мне хочется али ест и жди шмарудна и джемы доконт хцеш ищ ну ты сегодня капризная идем куда хочешь идти доконт докуда как бы куда шыстко едно не мам здание все одно то есть мне все равно у меня нет какого-то мнения и обратим внимание на конструкции смутно ми жимно ми че поми то есть грустно холодно тепло мне кому мне местоимение местоимение именно такое употребляем хцемище ешь хцемище пить хцемище спать говорим именно таким образом хочется мне кушать хочется мне пить хочется мне спать у одними в тем колоджи мне хорошо хорошо мне в этом цвете итак переходим к третьему упражнению у нас есть чувства и какие-то мнения позитивные чувства и мнение негативные и отсутствие мнения нам нужно вот эти предложения фразы распределить по группам давайте прочтем чувства и мнения позитивные подоба мища нравится мне бэджиш в ней добже выгляндач будешь в ней хорошо выглядеть бардзо ладне выгляндаш бардзо ладненько гляндаш очень хорошо выглядишь ладненьче в тын колоджи хорошо тебе в этом цвете я хотела бы иметь такую фигуру как ты я хотела бы иметь такую фигуру как ты учуча и опини негативно да нервуя мне то ну вот нервничает меня это раздражает меня это из-за этого я нервничаю я бардзо грубо в нем выглянда не очень толсто в нем выгляжу смутно мне грустно мне али естаешь дичмарудна но ты сегодня и капризная и рытуя мне то раздражает меня это тут просто как бы ну вот нервничаю я из-за этого тут прям вот бесит аж и брак опинии брак отсутствие мнения че я вем откуда я знаю типа я не знаю не могу сейчас децидовать я не могу решить немам здания у меня нет какого-то мнения нет решения на этот счет вшистко едно мне все равно все одно запоминаем пожалуйста какие-то фразы которые вам понравились и идем дальше упражнение 4 что подходит нужно сказать по стрелочкам читаем подоба мище то мне нравится это уадничив ты хорошо тебе в этом пить мище хце пить мне хочется че я вем я знаю добже выгляндаш хорошо выглядишь вшистко едно все одно в значении все равно да нервуя мне то нервничает меня это да я из-за этого нервничаю раздражает меня это и в упражнении 5 прочтем переведем диалоге честь ладни дичь выгляндаш было у фразьера дзеньку это милая было вчерой привет хорошо сегодня выглядишь была у парикмахера спасибо это это приятно была вчера то мыслишь о нем подоба мище ест шветны что думаешь о нем мне нравится подоба мище запоминаем прям устойчиво выражение есть прекрасный отличный али дичь горонцо пить мнеще хце ми теж иди по воде теж хцешь но сегодня и жарко пить мне хочется опять же запоминаем фразу пить мнеще хце мне тоже я иду за водой тоже хочешь что хочешь пить мне все равно может быть чай но без лимона дачего ту завши ест таки балаган донервуя мне ту маша рация то скандал почему здесь всегда такой бардак балаган бардак донервуя мне ту ну раздражает меня это ты прав или ты права маша рация имеешь правоту это ужас просто скандал может быть скандал может быть кошмар часть б подобачище часть б нравится тебе и смотрите перед нами фотографии и фразы нам нужно фразу подобрать к фотографии давайте прочтем посмотрим первое вот смотрим первую картиночку як ту пенкне барду мище подобно как здесь красиво очень мне нравится битэш мне тоже вторую картиночку смотрим не любя чекач в корку я не люблю ждать в пробках в корку в пробке тараканчика видим что мы на это можем сказать фуй ца то есть неподоба мище то фу пишется фуй фу что это не нравится мне это четвертая картиночка что-то замес кто-то страшно ми жимно ужасно мне холодно смотрим пятую картиночку али дещ упал горонцами но сегодня и жаришко горячо мне упал когда ну прям жарит солнышко зной такой жара так следующий раз номер шесть к темище есть хоть мы на обед хочется мне кушать идем на обед седьмую смотрим фотографию мешком в кракове 20 лет и барду любит у място я живу в кракове 20 лет и очень люблю этот город да согласно красивый город последняя фотография то скандал ягту брудно это просто кошмар как же здесь грязно это ужас и переходим к двум конструкция любя и подоба мище смотрите после слова люблю у нас идет берник венительный падеж любя когуцо после фразы подоба мище нравится мне у нас идет именительный падеж мяновник просто слова без изменений любя адама подоба мище адам любя те дзевчине подоба мище та дзевчина любя то децко подоба мище то децко вот такая разница еще прочтем примеры любя адама бо ест барду милый подоба мище адам бо ест пшестойный я люблю адама потому что он очень приятный мне нравится адам потому что он красивый видите я люблю адама даже в русском языке мы также говорим нравится мне адам люби те дзевчине бо ест симпатична подоба мище та дзевчина бо ест аттракцина я люблю эту девушку эту девушку потому что она симпатичная нравится мне эта девушка потому что она привлекательна видите аналогично как в русском языке люби ту дзевчу бо ест весовая и интеллигентная подоба мище тут детском бо ест лично здесь у нас их бернику и на новнику совпадает средний рот люблю этого ребенка потому что он веселый и умный мне нравится этот ребенок потому что миленький лично такой бусячечка просто сладенький хорошенький и так выполним упражнение номер два нам надо предложенные фразы слова распределить по двум колонкам любя и подоба мище давайте распределим любим любя ребра те овоцово я люблю чай любя льоды ванильевы люблю морожене любим моих пшиячу бигоз псы я люблю моих друзей бигоз псов любим мое мешканне кухня воском я люблю мою квартиру люблю итальянскую кухню люби польськие горы Я люблю польские горы. Мне нравится этот дом на улице, этот новый фильм, этот образ в галерее. Мне нравится этот дом на улице, этот новый фильм, эта картина в галерее. Португалия мне нравится и картины Пикассо. Напишите, пожалуйста, что любите вы, что вам нравится. А мы идем дальше, и перед нами местоимение в целом унику в дательном падеже. Сам дательный падеж мы с вами еще не изучали, не разбирали, но мы сейчас рассмотрим местоимение. Вот у нас предложение, подсматриваем, и нужно вставить правильную форму. Я уставший, и ничего мне не хочется. Целовник ответит на питание кому, чему. Дательный падеж кому, чему. Кому не хочется? Мне. Что мыслишь о том фильме? Что ты думаешь об этом фильме? Подобал чище? Понравился тебе? Кому? Чи? Тебе. Хавьер был в той новой дискотексе. Подобала ему еще музыка? Хавьер был на этой новой дискотеке. Понравилась ему музыка? Кому? Му. Он? Му. Ему. Слышал им же Анжела была в Гданску. Подобал ей еще? Я слышала. Я слышал, что Анжела была в Гданске. Понравился ей город Гданск. Ей. Былище вчоры на Варштатах? Подобалы вам еще? Вы были? Былище? Вы были вчера на семинарах? Ударение здесь помним. На бы падает, да? Вы были вчера на семинарах? Понравились вам? Вам? Муша вратась до немец. Боюш ест конец курсу. Смутно ми. Я должен вернуться в Германию. Или я должна вернуться в Германию. Потому что уже конец курса. Грустно мне. Кому? Мне. А что-то я пропустила еще одно предложение. Мои пшиачели были первый раз в Польске. И бардзо им ще подубало. Кому? Им. Мои друзья были первый раз в Польше. И очень им понравилось. Эти местоимения в дателем падеже очень похожи с русскими. В упражнении 4 у нас есть слова, из которых нужно составить предложение. Давайте составим. Подоба ще ми бардзо. И мы скажем бардзо мище подоба. Прям можно запоминать выражение в такой устойчивой фразе. Ещь мище хце. Пичь мище хце. Спачь мище хце. Тоже устойчивое выражение. Кушать мне хочется. В цале не подобал мище тэнфильм. Ну, целиком не понравился мне этот фильм. Не полностью мне понравился этот фильм. Или вообще мне не понравился этот фильм. В цале. Вообще. Вшистко ми едно. Мане все равно. Пладнечи в тым коложе. Тебе хорошо в этом цвете. Не подоба ще ми. Не нравится мне. Страшне ми жимно. Мне так ужасно холодно. Хорошо. На сегодня, думаю, достаточно. Пожалуйста, выучите личное местоимение в дательном падеже. В целом. Прочтите, пожалуйста, еще раз в слух. Предложение. Эти, эти. Любе. Подоба мище. Запоминаем, что после любя нам нужен берник. После подоба мище. Мяновник. Именительный падеж. Прочтите, пожалуйста, вот эти фразы. Также в слух. Прочтите диалоги. Учуча и опиния позитивная, негативная. Брак опинии. Тоже выберите для себя какие-то фразы. Попроговаривайте их в слух обязательно. Прочтите диалог в слух. Если были новые слова, выписывайте их, пожалуйста. А мы с вами уже вскоре услышимся в следующей части 17 урока.